Всем привет! Сегодня у нас будет время истории, истории тайм, так что я сейчас записываю историю, даю свои комментарии, вы тоже в комментариях делитесь и даете советы. Давайте приступим. Здравствуйте, Галя! Моя история не касается конкретно Турции и турков. История отношений со знакомой. Хочется вашего совета как психолога и оценки ситуации. Познакомилась с женщиной в Стамбуле два года назад. Она была замужем раньше, а сейчас она в разводе. У нее есть дочка. Работает она на дому. Я замужем, и для нее почему-то замужество это гарант безопасности жизни. Так она выражается. В общем, я устала от того, что она постоянно звонит, чтобы рассказать о своих финансовых проблемах. Куда, сколько она заплатила в этом месяце, где нашла деньги, или у кого-то она взяла их долг, заняла и так далее. В общем, в итоге, чтобы отдать предыдущий долг и так далее, она мне все это рассказывает. Все разговоры только об этом. Я знаю, что сейчас такое время, что тяжело всем. И у нас с мужем есть расходы, и проблемы, и родители, которым нужно помогать. В общем, такие у нее реплики, что раз она мать-одиночка, значит, все должны ей помочь. При этом жалуются, что она не умеет экономить, живет она одним днем. Но при этом она сама человек добрый, может помочь людям, чем может. Но потом ждет от них какой-то отдачи. Она живет постоянно в долговых ямах, и при этом зарабатывает она неплохо. Отношение к долгам у нее. Кому должна, я всем прощаю. Да, для нее не важно, что она кидает людей. Важно лишь на данный момент получить от них помощь. То есть, я поняла, она может занять деньги и не отдавать, да? В общем, обращается она ко мне с такими пройвами интересными. Как будто, вот, нам деньги некуда девать с мужем, а ей мы должны помогать. Она же ведь одна с ребенком. Первый раз мы выручили ее. Потом я поняла, что это не нужда, а стиль жизни такой у человека. И теперь у меня неприятные ощущения и чувства. Когда она звонит мне, мне не хочется брать трубку. На ее намеки о деньгах я говорю, что да, тяжело сейчас, ой, и нам тоже плохо. И все в таком роде. После этого ее голос меняется. Она со мной прощается. А я чувствую какой-то негатив. Как будто я плохая. А хотя-то я знаю, что я права, по сути. И бесконечно помогая здоровым людям, это только, по сути, потакать их финансовой безграмотности. И тем более, что лишних денег-то у нас нет. Но все равно я чувствую себя не очень хорошо. Я всегда думаю, ну у нее же дочка. И все в таком роде. Дружись с ней, у меня нет желания. Но и повода разорвать общение нет. Как мне быть? Смотрите, проблема вообще у многих людей нашего воспитания, да, постсоветского, скажем так. Ну, мы все равно все одна общая страна. Нас очень так своеобразно воспитывали. Это оставляет на нас до сих пор отпечаток. Что значит, у меня нет повода с ней разорвать общение? Вам ее звонки, вы говорите, у меня негатив. Вот я буду подмечать прямо негатив. Ощущение долго, да, что я чувствую себя неприятно. Что я чувствую вины у вас еще, да. Он у нее же дочка, я бы могла помочь ей. Но я этого не делаю. У вас эти негативного оттенка эмоций остаются после общения с человеком. Это и есть сам повод с человеком не общаться. Люди, которые вокруг вас, вы их в своей жизни выбираете. Выбираете, впускать их в свою жизнь или нет. Если вам человек доставляет неприятные какие-то ощущения, вы не должны с ним общаться. И что такое вообще знакомая два года? Дружить у меня с ней нет, как получается. То есть у вас нет дружбы как-то. Она периодически вам звонит и говорит о том, что намекает, короче говоря. То есть она не впрямую же просит. Она вот прибедняется, жалуется, что она мать-одиночка и так далее. И типа вставит у вас такое положение, чтобы вы сами ей денег предложили. Вы не предлагаете, вы уже поняли эту ее схему. По сути она вам ничего не дает, не приносит. Просто периодически создает ситуацию, клинчит, что у вас деньги. И это ее стиль жизни, вы это понимаете. Она так со всеми, не только с вами проворачивает. Вам нужно анализировать. Что меня останавливает прерывать с ней общение? Почему я себя чувствую обязанной какой-то? И у нее же, вот у вас нотка проскакивает, что она на вас задает тем, что она мать-одиночка. У нее ребенок, бедная девочка. Люди, которые, как вы пишете, финансовая безграмотность. Люди, которые клянчут деньги. Она нормально зарабатывает, просто не умеет правильно ими распоряжаться. Такой стиль жизни у нее, а не нужда какая-то. Вот пока ей попадаются люди, которые, чтобы у вас не было чувства вины. Пока ей попадаются люди, которые ей дают, потакают, помогают. Она так и будет себя вести. Вы ее финансовой грамотности не научите. У нее нет повода учиться. Ей все легко сходит с рук. Она получает то, что хочет. Она выбрала самый легкий для себя удобный путь. Кто-то эти деньги заработает и мне их даст. И чтобы у вас не чувства вины не было, вы, когда откажете ей или не будете брать трубку, вы думаете для себя, что я делаю хорошо. Я учу ее финансовой грамотности. Если я сейчас не дам денег, а потом еще кто-то после меня ей не даст денег, это ей даст повод задуматься о том, куда и как ей распоряжаться своим бюджетом или идти еще раз, например, подработать и заработать еще денег, если они ей нужны. Следующее. Вы правильно рассуждаете. Вы не должны помогать чужому человеку. У вас есть свои родители. Тяжелая финансовая ситуация в стране сейчас. Все правильно рассуждаете. Не в стране, а в мире вообще. И как вы говорите, у меня лишних денег с мужем нет, у нас тоже есть свои проблемы. Совершенно верно. Но чтобы вообще это все решить, вам нужно понять, почему у вас есть чувство вины. Вы боитесь быть отвергнутой, быть плохим человеком. Вам важно, что о вас скажут. Или, например, в детстве, это может быть из детства такой момент, что я чувствую, что все меня учили очень быть хорошей. Если я хорошая для своих родителей, помогаю, делюсь и так далее. В моей семье это было принято. То если я это не сделаю, откажу кому-то, то я стану плохой. То есть аналогия там. У меня родители в детстве такая, да, мысль была. Перестану за это любить, за что-то вас любили, за такое действие. Чтобы вам, как вы говорите, повода нет с ней перестать общаться. Я повод сразу вижу. Повод — это ваши негативные эмоции, которые остаются от общения с этим человеком. Вот честно скажу, когда говорят, у меня очень часто спрашивают люди, которые спасатели, они спасают людей, они хотят помогать, а потом себя чувствуют некомфортно, неудовлетворенно, им плохо от этого. Вроде бы сделал хорошее дело, а осадочек остался. Или ты сделал что-то хорошее, а у тебя что-то внутри, вот червячок какой-то, сомнение или вот ощущения неприятные, негативные остаются. Так вот, для таких людей я вам хочу одну важную вещь сказать. Не надо никого спасать и помогать. В большинстве случаев люди, которые жертвы, идут за помощью, они идут за вниманием. В большинстве случаев им нужно по факту, чтобы им жалели, пригревали их, говорили, какие они хорошие, они идут за вниманием, за одобрением, а не решать свою проблему. И вот вы, давая ей, например, деньги каждый раз будете одалживать, ей, зная, что она ничего не вернет, вы же помогаете? Вы решаете ее проблему? Нет. Ее проблема финансовая безграмотность и неправильное распоряжение своими доходами и расходами. Она не может дебет с кредитом свести. Чтобы это помочь, она должна в какой-то момент потерять доход и деньги, чтобы начать как минимум или экономить, или по-другому пересмотреть свои взгляды на жизнь, вести себя по-другому в этом финансовом плане. И вот каждый раз, когда вы занимаете или одалживаете ей деньги, вы делаете ее медвежью услугу, вы оттягиваете решение ее проблемы. Вы, занимая ей денег, поступаете плохо. Пусть у вас в голове вот такая мысль будет, что ничего хорошего не делаете. Вы только вредите ей, а у вас, если мысль, вот у нее же ребенок, вы вредите ее ребенку. Ребенок смотрит на поведение матери и будет вести себя финансово точно так же, когда вырастет. Для ребенка тоже нормально пойти, занять, не отдать и так далее. И вообще, честно, вам вообще каково, это же тоже вопрос к самооценке, вам каково, когда вам человек звонит и общается с вами, только когда ему нужны деньги? Не прямую говоря, намекая на это. Вы интересы, вы кошелек для этого человека. Он же вас не спрашивает, как у тебя дела, как твои дети болеют, как твой муж поживает. В обычной жизни никогда денег не надо, а просто так, смс-киш, такие не приходят. И вам уже, вы это чувствуете, но почему-то отказать все. Признать это себе не можете, отказать человеку. Вы ищите повод. Там какой повод нужен? Когда вам обматерят вас, я не знаю, или скажут в лицо что-то, прям скандал вам нужен для того, чтобы прервать общение с человеком. И вы себя чувствуете плохо, если просто не возьмете от нее трубку. Вот смотрите, тут два варианта. Если вы просто перестаете брать от нее трубку, понимаете как бы все, что я рассказала сейчас. Вы делаете хорошо и ей, и себе. От этого вы, по сути, вдвоем старались, просто она этого не видит, да? Потакая ей. Если вам прям нужен, очень важен у такой человек, повод расстаться, вы можете ей сказать напрямую, вас это никто не запрещает вам это сделать. Это по психологии не избегать. Это бы было самое вообще правильное ваше решение. Ей сказать, там, дорогая, там, как-то тебя зовут. Вот она в очередной раз ему позвонила. Смотри, что я тебе хочу сказать. Ты мне очень дорога, ты хороший человек, мне тоже тебя жалко. Там про финансы, да? Нам все обычно жалуются, жалоб начинается. У нас тоже все так плохо финансово, тоже тяжело, денег не хватает, или там лишних денег у нас нет и так далее. Но смотри, мне так приятно с тобой общаться с такой хорошей человеком. Давайте ему финансов вообще в нашем общении затрагивать не будем. Или, например, такая фраза может быть, то есть она не обижает, не говорит, ты там такая, это плохая, тря-ля-ля, отвали от меня, да? Вы говорите просто, давай о деньгах не будем вообще говорить. У нас тоже все финансово плохо. Давай поговорим о погоде, о жизни, я не знаю, о чем вы общаетесь, о чем-то о нашем женском и так далее. Я уверена, у вас тем для общения не будет, она сама собой потом сольется, потому что у нее тема одна, финанс, чтобы денег заняли, она звонит вам поплакать. И следующий вариант, фраз таких очень много может быть, вы можете напрямую прям человеку сказать, это мне кажется, что ты звонишь для того, чтобы поговорить только о деньгах. И вы, по сути, человеку в этом не обвиняете, мне кажется, вы предлагаете мысль для развития, что ты звонишь поговорить только о финансах или поплакать мне, как у тебя все плохо, у меня тоже все плохо. А давай чем-нибудь хорошим поговорим и предлагаете какую-то там позитивную тему. Она ей будет неинтересна. Скорее всего, я думаю, что эта тема ей будет неинтересна. Цель у нее, потому что звонка для вас другая совсем. То есть тут как ни крути, вас используют. И вообще вот эта вся история вертится вокруг того, каково вам ощущать себя использованной. И вы это, в принципе, сами все понимаете, уже признаете это. Но вам типа вот последний триггер нужно, последняя капля, чтобы вот, я же не могу просто так расстаться с человеком, поругаться или еще что-то. Надо как-то спровоцировать, или не могу не брать трубку. Почему не можете? Можете. У вас негативные эмоции, просто не берите трубку, не общайтесь с этим человеком. Вот и все. Пишите ваши комментарии, что вы посоветуете девушке, как себя вести. Я думаю, что очень многие в такие ситуации в жизни попадают, когда они могут отказать, сказать свое «нет». В какой-либо ситуации, часто это касается работы или коллектива с другими людьми, когда ты работаешь. Это все-таки отставив у меня своих каких-то личных границ, своего личного пространства и пространства своего комфорта. Насколько тебе удобно, это и приемлемо, о чем я вот сейчас пыталась до вас донести. Под видео оставляю свою почту для ваших писем, анонимных историй для видео, как сейчас я вам рассказывала, или записи на консультации психологические ко мне в скайпе. Ставьте лайк, если видео вам понравилось, или вы считаете его интересным, мне будет очень приятно. Скоро увидимся. Всем пока.